Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гии Саралидзе мы говорим о футболе, о чемпионате мира, который в эти дни проходит в Бразилии. О сборной России, о том, что сопровождало ее игру и вот те комментарии, которые были, да и о самой игре мы уже поговорили. Сейчас давайте поговорим о тех тенденциях, о том интересном, что произошло, собственно, вот в этом первом круге, в этих первых матчах. Ну, конечно, общественность футбольная уже для себя определила каких-то лидеров, каких-то фаворитов. Ну, в них явно записали голландцев, в них в эти фавориты записали немцев, о фантастической игре которых с португальцами очень много написали и сказали. Бразильцы там тоже были, правда, ничья с Мексикой, в которой бразильцы могли проиграть. В общем-то, мексиканцы мне очень понравились в этой игре. Я, честно говоря, там никакой фантастической особой игры в Бразилии не увидел. Не знаю, то ли это какие-то просчеты бразильской сборной, ну, на мой взгляд, как раз просто мексиканская сборная очень хорошая. Она мне понравилась в первых двух своих играх. И здесь как раз из двух игр уже можно делать все-таки какие-то выводы. Бразильцы, конечно, предстали настоящей такой командой, именно бразильской, вот в тех традициях, с не очень хорошим вратарем, на мой взгляд, который совершает какие-то там ошибки детские такие, иногда с пижонством, иногда с фантастическими финтами, которые, может быть, ни к чему не приводят, но очень красивые. Это сборная Бразилии, и я рад, что мы такую сборную Бразилии видим. И в полном порядке, конечно, Неймар. И его игра, на его игру просто любо-дорого посмотреть. Вне зависимости от того, как играет команда, Неймар, конечно, прекрасен. Просто прекрасен в своей технике, в своей неудержимости, в такой наглости футбольной. Я очень люблю таких футболистов. Думаю, те, кто любит техничный такой красивый футбол, тоже со мной согласятся. Что касается фаворитов в виде голландцев и немцев. Скорее, больше бы на немцев я поставил. Хотя, о том, что немецкая сборная имеет проблемы, тоже проблемные места, говорили и до первой игры. И вы знаете, знающие люди говорят и после. Команда все-таки не очень сбалансированная. Много молодых игроков, да, талантливых, да, безусловно, это удивительно, как эта немецкая земля дает столько талантов, что там через четыре года после прошедшего чемпионата мира, да даже после европейского чемпионата мы видим столько новых имен, которые выходят, играют, делают игру. Но, вот здесь я бы сделал паузу. Первая игра, да, португальцы, да, вывеска шикарная. Да, Германия, Португалия. Да, конечно же, один из лучших игроков мира в сборной Португалии. Но ни наличие Криштейна Роналду, ни наличие других очень громких имен в сборной Португалии не делает эту команду супер сборной. И отборочный цикл чемпионата мира, где играла и сборная России, это показало. Команда очень высокого класса, как команда, не просто как отдельная звезда, как команда. Не может терять столько очков, сколько потеряла Португалия в отборочном цикле. Да, Португалия, наверное, мы ожидали, что она будет выглядеть на чемпионате мира не так, как в отборочном цикле, и это обычно так случается. Но команда была вареная. Команда была совершенно не заряженная на игру. Это не игра вот таких звезд на чемпионате мира, то, что мы увидели в исполнении португальцев. И дело даже не только в немцах. Дело вообще в поведении. Как может человек удаляться при счете 1-0 в такой момент, или 2-0 уже было, я уже не помню, неважно, когда команде нужно отыгрываться, удаляться вот так глупо, как это сделал португальский защитник. Но это невозможно просто. Это говорит о настрое команды на игру. Поэтому я бы подождал, прежде чем вот так вот прямо огульно, фаворитами называть одними из фаворитов немцев. Они фаворитами были всегда. В каком бы состоянии команда не была, какая бы сборная у Германии не была, они в принципе входят в число тех, кто будет претендовать на призовые места. И этот чемпионат не исключение, конечно же. Но вот те авансы, которые сейчас команде выдаются, те прямо хвалебные оды, которые были пропеты команды, мне кажется, еще немножко рановато. Точно так же, как голландцы. Господа, но первый тайм голландцы проиграли испанцам. Совершенно очевидно проиграли. Испанцы делали, что хотели. Играли в свою игру, держали мяч подолгу. Да, это их там фирменный стиль, но голландцы ничего не противопоставили этому. Забили один гол. Ну там сейчас можно долго там спорить о пенальти и так далее. Но ведь могли забить и второй. Причем забить после гениального абсолютно паса иньесты. Такого фирменного. И если бы просто не стал пижонить Сильва, а просто сделал бы то, что он должен был сделать, просто забил бы там этот гол, а не стал перебрасывать через ротаря. 2-0 и где ваша феерическая, прекрасная сборная Голландии? А не случись этого фантастического гола в самом конце. То есть вот Сильва не забил, в следующей атаке сравнивают счет голландцев. Это футбол. То, что испанцы не смогли выдержать этот удар и то, что они развалились, это другой вопрос. Это вопрос к испанцам. Но голландцы здесь показали хороший футбол, качество, которое мы привыкли от них видеть. Те же лица, которых мы прекрасно знаем. Они играют, забивают, все нормально. Робейн, Лан-Перси. Все известно. Да, там Блинт, вот это новая поросль. Но что будет дальше? Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Вот тоже вот эти вот... Я не удивлюсь, что если там голландцев, которые наверняка из группы все-таки выйдут, я думаю. Кстати, испанцы, возможно, тоже это сделают. Не факт, что там тоже испанцы как-то списали. Все, там конец великой команды. Да подождите вы еще. Хоронить великую команду. Посмотрим, что дальше будет. Но вот я не удивлюсь, если тех же голландцев, допустим, там... Ну, если не в одной восьмой, там надо смотреть, с кем они будут играть. В одной четвертой выбьет та же Мексика, например. Не удивлюсь. Рано, господа. Рано пока делать какие-то выводы. Но то, что чемпионат потрясающий с точки зрения зрелищной игры, с точки зрения забитых мячей, атакующего футбола, это однозначно. Были, конечно, там уже случились и нулевые ничьи, и какие-то такие матчи поскучнее. Но все равно общий фон, конечно, великолепный пока. Потрясающий футбол. Его смотреть очень интересно. Это то, ради чего мы ждем чемпионат мира. Иногда вот эти первые матчи, ты ждешь, ну ладно, сейчас первые матчи, потом начнется поинтереснее, а потом ты думаешь, ну ладно, сейчас групповые матчи, а потом одна восьмая, четвертый финал, игры на вылет, там будет все интереснее. А здесь прямо с места в карьер. Я надеюсь, что так и будет продолжаться. Хотя вот мой коллега Юра Розенов, с которым мы сейчас по утрам говорим о чемпионате мира, он, кстати, человек не только угадал счет, не угадал, а предсказал, я бы правильно вот так сказал, предсказал счет, с которым закончится матч Южная Корея и Россия, но и предсказал, как будут развиваться события в этом матче. То есть, вот как будут играть, почему будет тяжело, какие замены, скорее всего, произойдут и так далее. Но это, конечно, великолепное знание футбола. Я преклоняюсь перед Розеновым, как перед знатоком футбола, эстетским знатоком таким. Его прекрасно. Те, кто любит футбол, обязательно послушайте его комментарии на Спорте 1. Он комментирует матчи, в том числе и российский матч он комментировал, и на радиостанции Вести ФМ, милости просим, с 7 утра там Юра Розенов комментирует все последние события в матче. Поэтому добро пожаловать. Ну и, конечно, навестник Кавказа. Мы здесь будем говорить о матчах чемпионата мира, по футболу разбирать, высказывать какие-то свои мысли, с которыми вы, конечно, можете спорить и не соглашаться. Для этого они, собственно, вам и презентуются. На этом все. Я надеюсь, что совсем скоро мы встретимся и обсудим те события, которые будут происходить на чемпионате мира. Спасибо.